всем привет в этом видео я расскажу как подобрать тренировки для своей собаки для своего амстапа потому что не каждому не каждому амстапу подойдет та или иная тренировка то есть на примере своей собаки расскажу как правильно выбрать тренировку для своей собаки и на днях я тренировал своего амстапа до этого я так не тренировал свою собаку это я просто подносил палку дереву и она как бы прыгала на дерево еще от дерева отталкивалась вверх и вот такие потренировал и потом после этого у нее сломался коготь и причем сломался сейчас уже все зажило практически там чуть-чуть осталось в общем не сильно не серьезно но тем не менее она есть и я понял одно то что такие тренировки мои собаки не подходят и почему у меня собака сама по себе она тяжелая то есть даже если не кормить в ней все равно так такая кондиция сказать знаешь немного сыровато вот то есть нет такой легкости вот есть собаки они именно заточены там прыгать вверх они такие легкие прям им это дается легко моей собаки это дается нелегко поэтому я как бы больше так тренировать собаку не буду а понятное дело кто-то может сказать это собаки просто нужно привыкнуть она немного потренируется потом перестанет повреждать лапы но народ я такого мнения если тренировка идет на пользу собаки то она идет с самого начала на пользу и вот сбился хотел сказать такую важную деталь в этом все то что одно год одно дело это когда собака просто там как-то не умела прыгать либо слабо то да тут имеет смысл тренировать и дальше или там она неохотно занимается этим упражнением то тут можно продолжать тренировать но в моем случае собака попросту себя калечит такой тренировкой вот поэтому тут смысла дальше и обучать этому нету соответственно от таких тренировок я отказался но зато моя собака неплохо висит на канаде пусть и не должен но минуту-две ей нравится это занятие и в принципе никаких травм она еще не получала от таких занятий а что касается прыжков то я уже давно за своей собакой замечаю если там вновь не высоко прыгать либо на открытом пространстве то все нормально но если когда там она даже вот за канатом бывало слишком высоко вешаю она подпрыгивает и не успевает приземлиться то есть притемляется иногда на спину поэтому прыжки у моей собаки это больная тема и вот буквально конечно еще может быть из-за того то что снег скользко там дерево поэтому повредилась лапа ну тем не менее зачем это надо в общем то вот таким способом ты просто смотришь по своей собак если собака разваливается тренировки то конечно же не стоит ее продолжать или бы там какая-то слишком уставшая если же тренировки идут на пользу то тогда стоит продолжать вот собственно и все на этом буду прощаться всем пока